Эксперимент по взиманию курортного сбора начался в июле прошлого года. За пять месяцев 2018-го в Сочи удалось собрать более 68 миллионов рублей. Это при том, что во всем Краснодарском крае собрали чуть более 100 миллионов. Деньги, которые по закону можно направить только на благоустройство курортных территорий, в Сочи потратили на уличную мебель. Ее уже начали устанавливать на Эмеретинской набережной. Позже она появится и в других районах. До середины ноября в Сочи установят 275 лавочек, почти столько же урн, туалеты и фотозоны. А еще вот такие теневые навесы, под которыми отдыхающие смогут укрыться от палящего солнца. Таких беседок будет 100. А с начала нынешнего года Сочи собрал еще порядка 83 миллионов рублей. Открыто было голосование на сайте администрации города по этим деньгам, на какие цели их направить. И по итогам голосования в 2020 году порядка 60 миллионов будет направлено на благоустройство набережной от гостиницы «Жемчужина» до пансионата «Эдем». Голосование еще продолжается. Куда будут потрачены оставшиеся средства, собранные в этом году, тоже решат сами сочинцы. В администрации отмечают, что эксперимент по взиманию курортного сбора себя полностью оправдал. Во время отдыха в Сочи каждый турист за сутки пребывания платит всего 10 рублей. Это минимально возможная сумма и ее повышать не будут. Добавлю, что в регионе курортный сбор введен в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе. От его уплаты освобождены 19 льготных категорий и все жители Краснодарского края.